Всем привет! Сегодня 14 июня. Поспел такой сорт вишни шпанка. Сорт старый, очень урожайный. Поспевает, получается, средина июня крупный, так называемый, без привлечения сорт трудяга. У нас дерево старое уже, то есть его надо омолаживать, но плоды крупные, улеплены все, все улеплено вишнями. Каждый год плодоносит, не подмерзает, не прихотлив к выращиванию. Хороший сорт, очень хороший сорт, то есть не надо с ним там заниматься, что-то там брызгать. Так вот висит он на верхушке дерева. Внизу такие плоды. Размер такой у него крупный. Сейчас нарву, сважу, покажу какой у него вес, какой вкус. Каждый год с урожаем. Бывают такие вишни, что у меня обычно там себе растет, что то есть вот облеплено, то нету, а это конечно постоянно с урожаем. Тоже красивая, крупная. У кого он растет, тот знает о чем я говорю. Красивая. Вся улепленная. Тоже размер такой, наверное, еще побольше, чем вишневстреча. Размер. Сейчас слажу, ради интереса посмотрю. Она уже поспела, даже, наверное, переспела. И уже рвать надо, по уши и не будет. Такие черные вишенки. Так, нарвала вишенок. Хотел сказать черешенок. Вишенка-шпанка. Вот она какая в тарелке крупная. Сейчас попробуем, какая она на вес. Посмотрим. Так, сейчас глянем. 10 грамм. Положим сюда. 9 грамм. 8 грамм. 10 грамм. Шпаночка какая по весу. Это при всем, что дерево старое очень. То есть оно не омолаживалось давно очень. Ему его побрезать бы чуть-чуть, чтобы молодняк попускала, то оно было бы, я думаю, еще крупнее. Короче, 7, 8, 9, 10 грамм. До 10 грамм дотягивает. Такая вот вишенка. 9, 10. Что-то весы непонятные какие-то. 9, 10 показывает. Так, хорошо. Теперь посмотрим со спичным коробком. Какая она. Вишенка. Спичный коробок и вишня. Две вишни. Две вишни. Вот такой один митр. Крупная. Довольно-таки крупная. Встреча будет поменьше чуть-чуть. И по весу. Сейчас на вкус посмотрим, что она. Такая вот мякоть у нее. Очень сочная. Очень сочная. Сок красный. Чечет. Косточка не крупная. Но по вкусу она такая кисло-сладкая. Встреча слажей будет. Намного слажей. Но если сравнить шпанку с обычными вишнями, то то кислятина такая, что как съешь, а гважью рацию начинает от кисло-сладкой. То это кисло-сладкая. Обыкновенная по вкусу. Не кислятина. Так что такой сорт замечательный. Старый, проверенный. Каждый год подоносит. То есть есть смысл его сажать. Опуляется очень хорошо. Единственное, что надо его убирать, когда он не переспел. Потому что переспевшие ягоды осыпаются все. То есть его надо вот сейчас вот как раз хорошо его убирать. Потому что еще два дня-три он начнет сыпаться. И гнить начнет. Если даже пойду, то начнет гнить. И так не трескается ничего. Так что такой сорт. Такой сорт. Красивый, крупный. Чтобы было видно. Пишем коробку. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.